Всем привет! Сегодня с вами рассмотрим новый лазерный нивелир от фирмы Кай Вест. Эта фирма у меня впервые на обзоре и я немножко удивлен качеством сборки самого нивелира. Сравним его с нивелиром от Хибуру, покажу его плюсы и возможно минусы. Но сразу вам скажу, в нем не заявлено никаких защищенностей, видов защиты вернее. Но по виду мне кажется, что это реально защищенный лазерный нивелир, потому что он кажется таким прям мощным. Всем, кто связан со стройкой и с лазерными нивелирами, всем, кому они интересны, очень рекомендую присмотреться к данному экземплярчику. А пока что давайте посмотрим на этот нивелир. Приятного просмотра! Как оказалось, фирма Кай Ветс имеет американские корни и на Алиэкспресс начала продаваться совсем недавно. Комплект поставки у меня самый дешевый. Внутри коробки вижу сумку-кейс, выполненная из черного влаготалкивающего материала. Не самый удачный вариант поставки, но ударопрочный или даже ударомягкий. Внутри сумки в уплотнительном лотке из вспененного полиэтилена расположен комплект поставки, который включает в себя руководство пользователя, который я на пяти языках и очень подробные, лазерная мишень, магнитный держатель, кабель для подключения зарядного устройства USB Type-C, зарядное устройство с американской вилкой и сам лазерный уровень Кай Ветс КТ-360А. Запасной батареи в комплекте у меня нет, но при заказе можно выбрать 6 комплектаций с чем угодно. Корпус устройства из ударопрочного пластика желтого цвета. Сразу хочется обратить внимание на тот факт, что корпус не крашеный, сам пластик именно желтый. На боковых и верхней поверхности присутствуют защитные накладки черного цвета, изготовленные из металла. На корпусе предусмотрены резиновые накладки, которые способны уберечь устройство от повреждений при падении с небольшой высоты. Сам корпус является водонепроницаемым и пыленепроницаемым, сертифицирован по стандарту IP54. На боковой поверхности, лишенной лазерного сенсора, расположены кнопки управления лазерным уровнем, кнопка переключения режимов, кнопка активации импульсного режима и ползунок включения-выключения устройства. Здесь же находятся индикаторы активности устройства и активности импульсного режима. На нижней поверхности устройства находятся два крепления под штатив, одна четвертая и пять восьмых. На тыльной поверхности находится аккумуляторная батарея, оснащенная четырехсекционным индикатором уровнем заряда аккумуляторной батареи и резиновой заглушкой, скрывающей разъем для подключения зарядного устройства. Задняя крышка батареи фиксируется при помощи четырех винтов, открутив их мы получим доступ к плате аккумуляторной батареи и трем аккумуляторам 18650. Лазерный уровень Кайвец КТ-360А способен отображать три линии, одна горизонтальная линия и две вертикальные линии по 360 градусов. Внутри устройства установлен лазерный модуль второго класса с лазерным диодом OSRAM, компенсатором маятникового типа с магнитными демпферами, у которого диапазон выравнивания находится в диапазоне плюс-минус 4 градуса, а время выравнивания не превышает 3 секунды. Рабочий радиус действия устройства может достигать 30 метров. Заявленная погрешность находится на уровне плюс-минус 0,3 мм на метр, примерно 3 мм на 10 метров. Теперь переходим к тестированию нивелира. Сейчас предлагаю проверить погрешность данного нивелира. Итак, у меня гараж 6 метровый, стандартный обычный, 6х4. В одном углу гаража я ставлю нивелир, и в другом углу гаража я сейчас наклею ленту, и будем проверять погрешность линии при каждом обороте. Пришлось снять нивелир с штатива, потому что когда я кручу штатив, чтобы провернуть его для измерения, штатив опускает немножко нивелир. Сейчас я поставил на стул. Нивелир наш и будем крутить пробовать. Значит, первая точка у нас отмечена. Вот. Крутим. Вторая точка. Крутим. Третья точка. Крутим. Это у нас четвертая точка. Четвертый раз покрутили. Ну и еще раз сверим. Еще раз покрутим. Пятый раз получается. Отмечаем. Вот тут немножечко-немножечко выше пошло. Немножечко выше. То есть на миллиметра два. И еще раз сверяем. Ну вот да, все в принципе нормально. То есть четвертый оборот вот пошел немножечко выше. Это на шести метрах. Вот так я делал замер на таком вот стульчике. Значит, по заявлению погрешность на метр составляет 0,3 миллиметра. Тут 6 метров. То есть в принципе все допустимо. Там где-то в миллиметр погрешность. А если считать по допустимым, то это 1,8 должна была бы быть. Вот плюс-минус. А так около 1 миллиметра составило. То есть погрешность допустимая вполне. И то замечу, что погрешность была только на четвертом повороте. На первых трех поворотах все было идеально. Ну тогда еще и предлагаю замерить вот эту плоскость. Я опять же ставлю на стул и буду вот так вот крутить. При каждом повороте будем мерять погрешность. Первая отметка. Идем крутим. Ну, надеюсь, что попал. Не знаю, или выходит попадать. Вроде выходит. Это уже на отметке 7 метров. Потому что я дальше поставил стул. Ну, вроде попал. То есть мы видим, что и четвертый поворот идеален. Что первая, риска, что вторая, что третья, что четвертая идеально совпадают. Вот можем видеть. Это не считается. Управление у нивелира элементарное. Запускаем нивелир. Этой кнопкой мы можем подключить пульт. Я не помню, как он правильно называется. А вот этой кнопкой управление без пульта. Звукового сигнала нет. Одно нажатие, включили этот лазер. Еще раз нажатие. Еще раз нажатие. Включили этот лазер. И третье нажатие, включили. Два лазера. Четвертое нажатие. Все лазеры работают. Здесь видим индикацию подсветки заряда. Еще раз. Нажатие отключает лазер. Ну и так по очередности. Чтобы лазер стал толще или тоньше, тут пока что управления нет. В этой кнопке. Тут просто включение или выключение лазера. Т. В этой кнопке. Еще два слова про этот магнит, который держит нивелир. Итак, что интересно, тут можно его сделать под ремешок, что очень удобно. Вот тут он крепится к металлу. Также у нас есть две резьбы. И сюда также можно его куда-то привинтить. Не знаю, или гвоздями прибить, если нет металла, или саморезами прикрутить. Вот такой вот интересный, удобный, хорошо собранный, качественный держатель магнит. Рассмотрим батареи. Это батарейка Hiburu, это Akaivetz. Тут батарейка заряжается от штатной зарядки, а тут от Type-C телефона, что очень удобно. Ну и эта батарейка немножко потяжелее, ну и по защищению, ну и вид у нее другой. Вот такой достойный нивелир. Как он вам, что скажете? Я считаю, что хоть и инструмент не из дешевых, но денег своих стоит, уж точно. Это самый качественный нивелир по части материалов сборки, который был у меня на обзорах. Да и точность у инструмента очень достойная. Если вам нужно такое устройство, то ссылка есть в описании под видео. Пишите свое мнение в комментариях и будьте все здоровы. С наступающими всех святами. Будьте все здоровы. Слава нашим захистникам и слава Украине. Слава Украине.